Ноги, крылья, хвост, два ржавые двигателя, вот что самое жесткое, это для новичков, а вот для хай-левелов, у кого прокачан вот этот красавчик до 40 левла, это самое простое задание в игре, всего лишь 40 уровень. Поехали. 10 минут и два ржавых двигателя готовы. События свалка, конечно же. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди и мы продолжаем, это последний день на земле. Сезон, не сезон, пофигу, задания рейдеров как были очень важной частью в игре, так они и есть. И два старых двигателя, не старых, любых, да? Это самое сложное задание для новичка и одно из самых простых для хай-левела. Отличает с хай-левел от новичка прокачанным чоппером, да? Если у тебя чоппер 40 левела, для тебя это задание просто как орешки щелкается. Здесь два сюжета. Первый сюжет, это кожиеды и второй с рейдерами. С кожиедами, я бы сказал, даже посложнее. Не забывай, вот такие вот пустые бутылки, они здесь потребуются. Нужен ли огнестрел? Безусловно, здесь нужен огнестрел. Рейдеры, они как бы, ну ты видишь, да, с огнестрелами. Хорошо, да? Но по факту, ничего сложного по факту. И вот такие вот фантастические чопперы здесь у нас тасуются. То есть ты на этой свалке не просто два движка, да, задания выполнишь. Причем их не надо везти домой. Их просто достаточно... Ах ты ж бомж, а. Резиновый человек. Вау, банда амазонок, блин. Хорошо с дробаша накидывает, да? Да пофигу, уже никого не осталось. Их достаточно просто вытащить, да? Их вытащить надо из тачки в ручки и бросить на землю. И готово. Когда рейдеры не сложно. Чем сложность с кожиедами? Когда с кожиедами, тогда их количество, короче, тут большое, да? Ну по идее, тут надо сигналками пользоваться грамотно, да? Ну типа нажал, они там подбежали, парам-пам-пам. Вот, видишь? Я пойду проверю. То есть мы с тобой банально, да? Раз на раз, блин. Ах ты ж бомж вообще. Да я тебе и так могу, мужчина. На тебе пульку. Кажется, меня задело. Хорошо, что ты не один из этих. Спасибо за помощь, твоя награда в сундуке. Все, в принципе. Я даже всех убивать могу не убивать, да? Вообще, как бы пофигу. Главное, мужчину спасли. Но-но-но. Неслабо, да, бензо берем? А сколько я потратил, видел? Ни о чем, блин. Ни о чем. На то, чтобы зайти на ивент. Оп. И это один из двух заданий рейдеров. Все. Больше ничего не надо с этим движком делать. Не надо его на чоппер грузить, да? Просто взять на ручки, подержать и готово. Так, так, так. Ну вот здесь тоже, да? Пойду проверю все дела. Блин. Давай вот сюда спрятимся. Бомж, блин. Хорошо. Мой тебе блинчики, щеколадка. Воу. Ха-ха. Супер. Мне нравится. И, да, и вот тех двоих все мы даже трогать можем не трогать. Трогать можем не трогать. Фантастика. Все, задание рейдеров выполнено. За сколько минут? Секунд? Ха-ха. Огонь, да? Я же говорю, для хай-левела, у кого чоппер прокачан, это одно из самых простых заданий. Ну, то есть, у нас там есть, допустим, скрафтить какую-нибудь шнягу, да? Ну, так еще ресурсы же надо поиметь, чтобы скрафтить. А здесь раз и готово. Блин, я не знаю, это фантастика, конечно. Сейчас мы обязательно с тобой посмотрим, а что для этого надо, чтобы это безобразие, значит, реализовать. Свалка появляется раз в три дня, примерно. Примерно раз в три дня. Я не буду, я говорю примерно, чтобы это, ну ты понял. А вдруг я чуть ошибся. Опа! Хорошо, да? Когда-то давным-давно мы собирали вездеход только благодаря этой свалке. Почему? Да потому что вот эти два куска резины, ты знаешь, сколько это? Это сорок деталей резиновых. Сорок! Представляешь! Ёлы-палы! Сам в шоке! Почти двадцать канистр бенза. Ёлы-палы! Ну, это классно! Намного больше, чем мы с тобой затратили. Еще одна, да, такая тема очень важная. Где брать бензин? Очень часто меня спрашивают. Вот это место одно из, которое тоже хорошо дает бенз. Вот эта штука тоже тебе потребуется. Причем это в тему будет свалка. Ты прокачаешь чоппер сороковой, но у тебя еще не будет супертерминала в бункере Браво собрано. Чтобы его собрать, тебе нужны аккумуляторы. И их надо разваливать в станке переработки. Сейчас обязательно все покажу. Вот такие резиновые сапоги. Можно вытаскивать в бункере Браво, друзья. Очень актуально 16 сезон. Да, он прямо сейчас идет, но если ты смотришь спустя время этот ролик, да? Вот, имею ввиду, разработчики периодически нам подкидывают такие фишки. Это мы все подняли с локи. Огонь. Вот это вездеход. Это вездеход. Это опять же прокачка байка, но она уже не сильно актуальна. Почему? А мы уже с тобой на свалке. Выше сорокового пока что байк в игре не требуется. Ровно сорок. И все, и готово. Давай возьмем один движ, да? Так, стоять. Мне кажется, я еще не все проверил. Бывает не ржавый. Если у тебя будет выбор, да, тогда бери не ржавый. Бери такой с синенькими полосами, с голубенькими. Ну, короче, он типа мощнее, он очков больше дает. Каких очков? Сейчас мы с тобой проверим. Опа! Ха-ха! Шикарно, да? Блин, еще три канистры бенза. Ну, елы-палы, ну это вообще. Да, я мягко говоря не все проверил. Да вы че прикалываетесь? У меня сегодня день рождения. Мне шестнадцать лет. И интересный мужчина мне принес розовый бу... Так, стоять. Вырезать. Вырезать. Подробности личной жизни. Ну, а-а-а! Шучу. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот такие юморы у нас пилоские. Ну а теперь поехали. Прокачка все-таки Чоппера до 40-го левела. Как тебе это сделать быстро, четко, эффективно? Небольшой офф-топ, не по теме, да? Тот самый аккумулятор, который мы с тобой выбили, разваливается вот на такие свинцовые листы. Тебе их надо ровно 20, чтобы собрать этот топ-терминал в бункере Браво. Этот терминал, когда соберешь и проходишь второй этаж, есть возможность выбить резиновые сапоги. А также по два газовых баллона вытаскивать за раз. Вот таких. Их надо, если я не ошибаюсь, 30-ку для вездехода, да? А что за резинки мы с тобой выбили? Есть такой станок, пресс называется. Вот я рядом с ним стою. Вот такой интересный станок. Может собрать даже новичок, ну поигравший чуть-чуть новичок, у которого нет ни вездехода, ничего у тебя нету, да? Можешь сделать пресс. И вот они резинки. То есть две резинки, которые мы выбили, это 40 резиновых деталей. Ё-моё, ну ты понял, да? Смотри, свинцовый лист для бункера Браво, вот этот вот, да, вот таким образом, ты не сделаешь. Почему? Ну потому что, чтобы это вообще реализовать, тебе по факту нужен вездеход. Ну ты понял, да? То есть фиг за это сколько зачисток будет бункера Браво, в котором, кстати, основной доход аккумуляторов. Оп! И делается резинка. Но если уж говорить, где брать резинку. Резин берется в стоках в порту. Это достаточно новая локация. Газовые баллоны нужны исключительно для того, чтобы собирать вездеход. И вот сюда, в столе химика. Ну все их собирают, чтобы собирать вездеход. Вот, есть еще один новый способ, где брать, кстати, газовый баллон. Лаборатория Генезис. Да, представляешь? Босс-ледокол дает вот такие газовые баллоны. Вот так вот. Красавчик! Барбардир, блинчики! Блинчики, барбардир! Вообще, я в восторге! Мне, ну классно, да, выглядит. Смотри, здесь, короче, там гранаты. Короче, не гранаты. Вот тут посмотри, что вообще. Я не знаю, вообще беспредел. Да, суперский. Как это связано с сороковым левелом? Никак. Это просто скин, это просто по бриколу, да? Как вкачивать байк? Соответственно, ездить надо на локацию с заправкой. Вкидывать туда всякие интересные айтемы. Добываются они в бункере Альфа и на старой ферме. Это основные источники. Вот этот вот байкерский журнал, я его в сторону убрал, потому что это не в тему. Ну ты понял, да? Ты его будешь выбивать уже после того, как ты вкачаешь по факту сороковой уровень. То есть это идиотизм слегонца. Его больше нигде не падает, в общем. Конечно, для скорости тебе может помочь набор механика и набор инженера, да? И еще один очень важный момент. Гребаный бензин. Если тебе нужна скорость прокачки байка, вливай его немеренно, вот прям на все, что у тебя есть. Ну а нужна ли тебе эта скорость байка? Слушай, блин. Рейды в игре это самая халява. Хыдыщ! Ты понял, да? Я привез домой один двигатель, мне надо было два. То есть я просто их вытащил из машины и это уже засчитывается. Как ремонтируется байк? Дома в гараже. Вот видишь, у меня он почти сломался. Подходим и вот такую штуку так. Оп! И отремонтировали. У меня не забрали 20, забрали ровно столько, сколько им надо, да? Большой и зеленый. Что можно сказать, ебра этот байк? Давай его помоем, грозавчика. Сложность в подобном мотоцикле только одна. Белая краска. Где ее брать? Опять же, бункер альфа. Хард режим проходишь, тебе дают такие интересные синие карты, да? Вот эта локация за синюю дискетку. В ней есть шанс вытащить белую краску. И гораздо эффективней. Лаборатория Генезис. Там дают белую краску. Реально. Ящик Б, ящики Хард режима. А где много можно взять? Ну, это когда запускают сезоны. Там много. Вот сейчас идет сезон 16. Если ты смотришь сразу это видео. Есть уникальная возможность набрать гребаной белой краски, да? Надо только бомбить испытания этих мужчин. Уникальная она. Конечно, уникальная. Слушай, она очень сложно добывается. То, что ее можно достать с рейда, да? Я об этом говорить не буду. Это если тебе выпал рейд, тебе повезло. Где есть 80 белой краски. А не выпал? Мне вот он года 3 не падает. Нет, уже 4 прошло. И что делать? Есть нормальные способы. Я их уже перечислил. Ну что, поехали теперь на карте. Посмотрим, как вкачивать по факту байк. Вот эти движки, которые будешь находить, тоже хорошо вкачивают байк. Я тебе сразу говорю, я не советую тебе для прокачки байка крафтить вот этот идиотизм. Но это бред. Это бред. Вот это участвует в прокачке. Вот это участвует. Вот это участвует. Это идиотизм. Собирать для прокачки байка его. Нет. Ты ресурсы. Вот если ты его на рейде вытащишь, да? Вот эту шнягу. Тогда вези, да? Для прокачки байка он тоже работает. Вот это локация. Заправка. Именно на ней ты и вкачиваешь, вбиваешь свои байки. Где брать эти айтемы? Основные локации. Бункер Альфа, конечно же. И старая ферма. Эти два места прокачают тебе байк с рокового. Если ты будешь каждые два дня их выщелкивать, это будет очень быстро. На этих же двух локах будешь находить бензин. Если привал у дороги появился, он выглядит как свалка. Тоже заскочи, бомбани, потому что там бенз есть. Но суть в чем? Канистры с бензином не трать. Оставь канистры с бензином. Ну и все, готово. Снимаем этот движок. Оп! И от чечи байка пошли. Ну а вот они основные. На журнал вообще не смотри. Твоя тема главная. Бензобак, вилка и колеса. Бункер Альфа и старая ферма. И у тебя это все будет. Там же будешь поднимать части двигателя. Вливаются по пять за раз. Пружины лучше не вливать. Ключи лучше не вливать. Смотри по обстоятельствам. За раз десять штук берут. Бенз. Бензов берут очень много. Поэтому я тебе сказал про бензин. Ну и ну. Если ты собирать планируешь вездеход, по идее вот эти штуки тебе нельзя вкидывать. Но это было раньше. Сейчас вкидывай. Серьезно. Вкидывай вот это все. Чтобы как можно быстрее получить сороковой уровень байка. Сколько в игре вообще левелов байка? 74 что ли? Зачем я качаю? А вдруг добавят все-таки какой-нибудь ивент, да? Где, где, где? Где будет нужен байк не сорокового левела, а гораздо выше. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Видосы уходят каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Ну и, конечно, оцени ролик луксом. Обожаю ивент свалка. Это просто реально руль. Удачи тебе. Пока-пока.